Вопрос. Может ли женщина поехать в Хадж или Румру вместе с людьми или вместе с другими женщинами, если у нее нет махрама, который мог бы ее сопровождать? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, как ученые прошлого, так и современные ученые разногласили по этому вопросу. Некоторые считали, что если женщина будет в своем пути в безопасности, и если с ней будут благонадежные люди, то ей можно отправиться в паломничество без махрама. Другие сказали, что ей нельзя выходить в путь без родственника махрама, который мог бы ее защитить, даже если она путешествует с благонадежными людьми. Таково мнение Мазабов Абу Ханифы и Ахмада. Своё мнение они основывали на следующее. А. Атыбн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, передается, что посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Пусть женщина путешествует только в сопровождении махрама, и пусть не входит к ней мужчина, если с ней нет махрама». Тогда поднялся один мужчина и сказал, «Моя жена желает совершить паломничество, а я желаю принять участие в таком-то сражении». Пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Езжай в паломничество со своей женой». Б. От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Не дозволено женщине, которая верует в Аллаха и в последний день, выходить без махрама в путь, который продолжается день и ночь». У Аль-Бухари и Муслима передается хадис от Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, со словами, которые продолжаются два дня. Ибн Хаджар сказал, «В хадисе Абу Саида путь ограничен двумя днями, в хадисе Абу Хурейры одним днем и ночью, от него есть и другие предания». А в хадисе Абн Аумара путь ограничивается тремя днями, и от него есть и другие предания. Большинство ученых действовали в этом вопросе, придерживаясь абсолютного запрета, так как есть разногласия в количестве дней. Аль-Науи сказал, «Очевидно, что смысл не в ограничении длительности пути, а то, что женщине запрещено выходить в путь без махрама, если путь можно назвать путешествием». Ограничение произошло из-за личной ситуации, а потому действовать в соответствии с ним не нужно. Ибн Уль-Мунаир сказал, «Разногласия в хадисах возникли из-за того, что вопрос задавали разные люди». Во-вторых, те ученые, которые высказывались о необязательности выходить в путь с махрамом, опирались на следующее предание от Адии ибн Хатима, «Да будет доволен им Аллах». Он сказал, «Однажды, когда мы сидели с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, пришел один человек и стал жаловаться на бедность. Затем пришел другой и стал жаловаться на грабеж. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «О Адии, ты видел Хиру?» Я сказал, «Я не видел ее, но слышал о ней». Он сказал, «Если ты проживешь долго, то увидишь, как женщина будет ехать из Хиры, чтобы совершить обход вокруг Каабы и не будет бояться никого, кроме Аллаха». Адии сказал, «И я видел, что женщина ехала из Хиры для совершения обхода вокруг Каабы, не боясь никого, кроме Аллаха». На это можно ответить так. Это сообщение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что дела будут обстоять подобным образом. И сообщение о том, что нечто произойдет, не означает дозволенности этого. В соответствии с доказательствами шариата, любое дело может быть как дозволенным, так и недозволенным. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил, что перед судным днем распространится спиртное и прелюбодеяние, и увеличится количество убийств. И все эти перечисленные деяния относятся к большим грехам. Хадис лишь указывает на распространение безопасности так, что даже некоторые женщины осмелятся выйти в путь без махрама. Но его слова не указывают на дозволенность выхода в путь без махрама. Ан-Науи, да помилует его Аллах, сказал, Не все то, о чем сообщил посланник, саллаллаху алейхи вассалям, например, хадисы о признаках часа, являются запретными действиями или порицаемыми. То, что пастухи станут соперничать в строительстве зданий, что распространится богатство, и то, что на одного мужчину станут приходиться 50 женщин, не являются запрещенными действиями. И в этом нет никаких сомнений, это лишь признаки, а признаки не обязательно должны содержать в себе что-то из этого. Признаки могут быть хорошими, плохими, дозволенными, запретными и иными, а Аллаху ведомо лучше. Следует также знать, что разногласия ученых по вопросу отправления женщины для совершения паломничества без махрама касается обязательного паломничества. Что же касается добровольного паломничества, то единодушное мнение всех ученых гласит, что не дозволено ей выходить в путь без родственника махрама или мужа. Смотрите Аль-Маусю Ат-Уль-Фикхия, том 17, страница 36. Ученые постоянного комитета сказали, женщина, у которой нет махрама, не обязана совершать паломничество, так как наличие махрама для нее есть одной из составляющих пути, а возможность совершить путь является условием обязательности паломничества. Всевышний Аллах сказал, люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к дому, к Абе, если они способны проделать этот путь. Сура семейства Имрана, 97 аят. Ей нельзя выходить в путь для совершения паломничества или иной цели без мужа или родственника махрама. Таково мнение Аль-Хасана, Ан-Наха'и, Ахмада, Исха'ка, Ибнуль-Мунзира и последователей независимого суждения, Асхаб-Ра'и. Доказательством ими был упомянут аят и общий смысл хадисов о запрете женщине путешествовать без мужа или махрама. Иное мнение высказали Малик, Ас-Чафи'и и Аляуза'и. Каждый из них поставил условия, которые не подтверждаются доводами шариата. Ибнуль-Мунзир сказал, они оставили мнение, которое соответствует очевидному смыслу хадиса, и каждый из них поставил условия, у которого нет довода в шариате. Они также сказали, верное мнение гласит, что ей можно выезжать для совершения паломничества только в сопровождении мужа или родственника махрама. Нельзя путешествовать в группе благонадежных женщин, но без махрама. И нельзя путешествовать в сопровождении тети по отцу или по матери, или в сопровождении матери. Обязательно во время путешествия женщину должен сопровождать ее муж или родственник махрам. И если нет того, кто мог бы ее сопровождать, то совершение паломничества для нее не обязательно.